Волнуетесь? Это хорошо. Это всегда очень здорово, потому что это искренне. Ну что, давайте будем начинать. Время неумолимо бежит, поэтому будем переходить к самому священнодействию. Давайте мы поднимемся и помолимся, попросим, чтобы наш Господь нас благословил сегодня. Дорогой Господь, мы просим о том, чтобы Ты благословил это время. Благословил Господь каждого, кто сегодня пришел перед Тобою. Благословил каждую душу, которая будет сегодня принимать завет с Тобой. И пускай Твой мир, Твой радость будут сегодня с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежде всего, хотел бы вас всех поздравить с этим прекрасным днем, днем крещения, завета с нашим Господом Иисусом Христом. Сегодня очень особенный день не только для вас. Это особенный день для людей, которые пришли вместе с вами, для нас, для церкви. Это особенный день также для Бога и для самого Иисуса Христа. Примерно две тысячи лет назад Иисус задал вопрос своим ученикам. И этот вопрос актуален по сей день. Эта история записана в Евангелии от Матфея в 16 главе с 13 по 16 стих. «Придя же в страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Ирию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Дорогие мои, «Вы за кого почитаете лично вы Иисуса Христа?» Этот вопрос звучит каждый день как для Меня, и так для каждого верующего по всей земле. Загляните в свое сердце. Оно что говорит для вас, что говорит сердце ваше, за кого вы почитаете Иисуса? Ведь ответ на этот вопрос очень важен для Христа. Он не просто так его задал. Иисус для вас учитель, или может быть пророк, чудотворец, или Он Христос? Он Сын Бога Живого, и Он Господь, Творитель неба и земли. Если Иисус для вас будет не просто учителем, не просто пророком, а будет Господом Христом, то это означает, что и вы, и для Него не будете просто учениками. Будете не просто последователем, вы будете для Него детьми. Вы будете сонаследниками, благословенными чадами Божьими. Это означает, что в вашем сердце будет жить живой Бог. Это означает, что Он будет вас защищать, миловать, прощать, благословлять, каждый день быть готов принять вас такими, какие вы есть, с вашими вопросами, с вашими, может быть, какими-то проблемами, с вашими чувствами, которые приготовило вам небо, построило там дом для каждого из вас. Так говорит Библия, что у каждого из вас, и у меня в том числе, там есть жительство на небесах, и Бог приготовил это для вас. И начиная с этой минуты и до конца, всю вечность Он будет с вами. Вот что это обозначает. И сегодня, когда вам будут задавать вопрос, веруешь ли в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя, обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни, вы должны с верой твердо и четко отвечать «да». Чтобы слышали небеса, чтобы слышала вся земля, чтобы слышала преисподня, что вы теперь Христовы, что вы теперь дети Божьи, что вы принадлежите Богу, и ваше будущее теперь вместе с Ним, что вы посвятили свою жизнь на служение Ему. Каждый день встречайтесь с Иисусом Христом. Каждый день провозглашайте, что Он ваш Господь, ваш Спаситель. Каждый день встречайтесь с Ним в молитве, в чтении из Библии, в хождении в церковь. Пускай люди вокруг знают, что вы Христовы. И если кто-то из них, в окружающих вас людей, спросит, что для вас, кто для вас Иисус Христос, скажите им правду, что Он ваш Господь, что Он ваш Спаситель, что Он ваш Искупитель. Служите добрым сердцем Богу. Найдите это служение, которое вам по сердцу. Прилепитесь к церкви, прилепитесь к домашней группе, и вы увидите, что никакие врата ада вас не одолеют, никакое проклятие вам не грозит, и даже волос вашей головы не упадет без воли нашего небесного Отца. Пускай Бог вас в этом всем благословит. Перед нами же будет непосредственно само крещение, организация. Я немножко расскажу, как это будет происходить. Сначала у нас будет совместное фото. Пастора, которые будут крестить вместе с вами, сфотографируются на общем фото. Потом пастора зайдут в воду, и они помолятся, попросим, чтобы Бог благословил то, что будет происходить. После этого вы подвое подходите к пасторам, становитесь с правой стороны от них. Складываете руки вот так вот на груди, одна поверх другой. Поверх вашей руки ляжет рука пастора, одну он поднимет вверх к небу, в знак того, что сейчас будет происходить завет между небом и между вами. В этот момент вас будут фотографировать. На фотографии будьте такими, какими вы хотите быть. Хотите быть веселыми, улыбайтесь, хотите быть серьезными, будьте серьезными. Предварительно, когда вы будете заходить в воду, масочки можно снять. Я всегда шучу, говорю, что у нас в церкви, в условиях карантина, маску можно не носить в трех случаях. В первом, когда вы кушаете в МДЦ, во втором, когда вы служите на сцене или с микрофоном, и в третьем, когда вы креститесь. Вы тоже маску можете снять. Поэтому это уникальная возможность для каждого из вас. Сегодня будете в воде уже без маски. Пастора же будут находиться в масках. В этот момент, когда вас сфотографировали, вас спросят, вам зададут два вопроса. Веруете ли в Иисуса Христа, как в своего личного Господа и Спасителя? Правильный ответ вы знаете. Верую или говорить четко и громко «да». Потом второй вопрос. Обещайте служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. Опять же, обещаю или «да». Потом будет произнесена фраза «На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа». В этот момент вам нужно будет задержать дыхание. Буквально на полсекунды пастор вас погрузит под воду и снова, самое главное, поднимет назад. За все время еще ни разу у нас не происходило никаких каузов с этим. Просьба не бороться в воде. Инстинктивно люди отставляют ногу немножко назад. То есть, когда вы подойдете к пастору и встанете справа от него, ножки можно вместе. И все. Дальше положитесь на пастора. Пастора у нас опытные, неопытных. Мы сюда не зовем. Всех крестит, всех возвращают, всех поднимают. Все нормально. Никто вас под водой держать долго не будет, чтобы у вашей грехи, на этом мы говорим, нет кислей. То есть, долго вас держать там никто не будет. И после того, как он вас укринет, сразу же назад поднимет и после этого, в принципе, само действие свершится. Вы можете уже двигаться на переодеваться. Первыми, наверное, пойдут сестры. Я так думаю, это будет правильнее. Они смогут быстренько переодеться. Как только вы креститесь, сразу же заходите в те классы, где вы переодевались, быстренько переодевайтесь, возвращайтесь на свои места, потому что перед нами еще будет время поздравления. Мы хотели бы вас поздравить, вручить вам подарки и порадоваться вместе с вами. Вроде бы ничего не упустил. А, да. Масочки, еще раз, когда будете подниматься, идти на крещение, сестра Ира поможет в организации, она скажет, как в какой очереди. Вы просто снимаете масочку, ложите масочку на стульчик, там, где вы сидели, а потом, когда будете возвращаться уже с переодевалки, оденете ее, когда придете сюда. Добренько, договорились? Хорошо. Тогда мы постараемся, будем фотографироваться. Хорошо. Хорошо. Боже, мы славим Твою имя. Господи, мы дякуем Тебе за сегодняшний день. Дякуем Тебе, Господи, за каждого, кто будет сегодня хреститься. И мы прошу, Господи, благослови каждого. Освяти цю воду, и нехай воля Твоя, вона сегодня здійснется. В имя Иисуса Христа. Аминь. Да, пожалуйста, можно проходить. В имя Иисуса Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Веруйте в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Веруйте в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Веруйте в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Веруйте в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Веруйте ли вы в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Обещайте ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Веруйте ли вы в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Обещайте ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Веруйте ли в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Обещайте ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллілуя! Благодарю тебя за каждого брата, за каждую сестру, которые смогли сегодня заключить с тобою завет. Мы просим, благослови их жизнь, дай им найти своё место в церкви, мой Господь. Дай им возможность иметь служение, через которое проявляться все их таланты. Благослови их жизнь. Аминь. Благодарю тебя! Благодарю тебя! Благодарю тебе! Продолжение следует...